Всем привет! Хочу снять сейчас видео о своих парфюмах. Я знаю, что вы любите такие видео. Я люблю такие видео делать, поэтому давайте получим удовольствие. Итак, это будет видео из двух частей. Первое я сейчас сниму видео о том, что я люблю в данный момент. То, что мне нравится сейчас и то, что характеризовывает меня сейчас в данный момент. Итак, начну с того, что как бы сопровождает меня каждый день. Это тот парфюм, который никого не напрягает. Он достаточно легкий такой, ходить на работу, ходить днем. Просто абсолютно такой вот рабочий вариант, который не напрягает коллег, которые не будут говорить, боже мой, у меня болит голова от тебя, от твоего запаха. Потому что бывают такие парфюмы, которые вам нравятся, а окружающим абсолютно раздражают. То есть это парфюм Lancome, как же он называется? Подождите, пардон. La Vie et Belle. Жизнь прекрасна. То есть абсолютно такой лайтовый, попсовый вариант, который никого не будет напрягать. Если мне надоедает этот, то я пользуюсь вот этим. Это тоже абсолютно легкий дневной запах. Очень приятный, ну такой компотик. Это от Terry Mugler Womanity. Даже это не парфюм, это просто водичка. Вот там уже осталось совсем чуть-чуть. Я добью, выброшу бутылочку и забуду про него, потому что меня он ничего не подарил его на день рождения. И как бы он мне абсолютно мимо. Дальше. Вот ещё один любимчик. Это парфюм от Hermès, эликсир де... Эликсир де... Меруви. Наверное, так. Мне подарили его в Париже, на Елисейских полях, в Сифоре. Была прекрасная поездка. У меня остались приятные воспоминания об этом дне, об этой поездке. Конечно, иногда меня накрывает. И когда слышу этот запах, то мне хочется его выкинуть, чтобы выкинуть все воспоминания. Но все воспоминания не выкинешь из головы. И парфюм, он очень хороший. Поэтому я его оставлю как воспоминания прошлой жизни. Дальше. Вот такой у меня достаточно новый парфюм у моей коллекции. Ему всего год. Мне тоже подарили его в прошлом году, на день рождения. Это In Love Again от Yves Saint Laurent. Их лимитированная коллекция. Основные аккорды здесь, кстати, написаны. И очень удобно. Кассис, мандарин, мускат, пион и какой-то мюр. Что такое мюр? Я не знаю. Запах 98-го года. Мне он как-то... Этот вот кассис, мне кажется, портит все дело. Хотя он раскрывается хорошо на одежде, на теле. Но вот мне не нравится. Он как-то нравится, не нравится. То есть абсолютно он еще практически половина там. То есть я его за год периодически пользовалась им. Но не скажу, что фаворит. Но почему он оказался в этой компании? Потому что когда я смешивала два вот этих запаха. Это Serge Lutene Cherui. Вместе это просто бомба. То есть кассис, мандарин вместе с ладаном, табаком и деревом делают просто сумасшедшие какой-то комбинации. Очень нравится. То есть я сейчас это уберу, потому что, в принципе, я на него все сказала. Расскажу побольше об этом. Вот этот парфюм, он полностью меня характеризовывает. Он такой тяжелый, унисекс. И очень-очень-очень-очень стойкий. Вот с ним я знаю, что я не прогадаю. То есть он абсолютно нравится всем. Он очень универсальный. Он достаточно тяжелый. В принципе, он вечерний. Но я люблю такие тяжелые вечерние запахи. Это мое. Я люблю такие, что прям вот шлейф был после вас. Чтобы люди спрашивали, что это я не люблю такие легкие запахи, которые прошел мимо и как-то так. Но я знаю, что на работе надо как бы уважать коллег. И не все люди любят такие тяжелые запахи. То есть вот этот вот мой фаворит, я его берегу. Прям вот по капельке-капельке. Не хочу, чтобы он заканчивался у меня, потому что я его люблю. Это мой любимчик. Дальше. Еще один из любимчиков. Это достаточно такой провокационный запах. Это Агент Провокатёр. Очень старый пудровый запах. Прям такой вот 30-е годы мне напоминает. Какой-то, может быть, парижанки, танцовщицы. Много пудры, красной помады, чулки, варьете. Вот что-то такое развратное, очень такое доступное. То есть такой очень достаточно провокационный запах. Но на то и он Агент Провокатёр называет. Он сам за себя и говорит. Очень интересный запах. Еще один любимчик, который у меня практически уже закончился. Ему уже много лет, он у меня уже давно в коллекции. Я пользуюсь им очень редко, но очень его люблю. Это Келли Калиш от Hermes. Легкий, дневной, такой запах уверенной женщины, бизнесвумен. Такой, вы знаете, сильной, уверенной женщины. Компания была этого запаха. Фотография была женщина, которая скакала на лошади. То есть именно такой вот достаточно характерный, характерная картинка. То есть именно такая вот уверенность, сила. И, да, уверенность, сила и женственность. Вот этот вот запах, он. Я тоже стараюсь вот эти капельки оставлять, чтобы не расставаться с ним. Потому что покупать его вновь я вряд ли буду. Потому что, ну, ну как-то он такой уже был у меня так долго. И снова его опять покупать. Большую такую вот бутылку я не стану. Ну вот, еще немножко есть. Дальше, 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 дальше. Дальше запах от Chanel номер 5. Облегченная версия в водичках. Вы знаете, как я люблю этот запах. Я обожаю этот запах. Я обожаю его. Он сначала кажется очень резким. Если вы побрызгаетесь в магазин, вам покажется, что это фу-фу-фу. Старье какое-то красное. Москва а-ля. Но нет, он раскрывается. Он очень меняется. Когда он смешивается с запахом тела, шелка, ткани, одежды. Это просто вообще супер. Очень его люблю. Он не очень стойкий, потому что это не парфюм, это водичка. Но в принципе он... Меня это устраивает. Может, когда-нибудь я куплю и полную версию парфюма. Потому что я люблю это. Мне нравится. Вполне могу себя тоже охарактеризовать с таким запахом. Дальше. Шалемар. Это вообще мое сердечко. Очень его люблю. Вы знаете, что этот запах был облегченная версия настоящего шалемара. Поэтому я считаю, что он вполне такой сложный, вечерний, тяжелый запах. Но меня он устраивает. Я не знаю, я не пробовала оригинальный запах. Но мне кажется, что вот этот просто прекрасен. Он очень долго держится. Он тяжелый. Как вы обратите внимание, что я люблю такие запахи. Сладкие, тяжелые. Очень такие долгоиграющие. Для меня это важно. Я не люблю, который вот побрызгался. И даже не слышно, что чем-то брызгался. Хотя говорят, что это идеальный запах. Но меня это не устраивает. Я хочу постоянно слышать свой вот этот вот парфюмный запах. То есть, шалемар. Не могу его писать. Не знаю нот. Не сильно готовилась к этому видео. Но хочу сказать, что достаточно известный, популярный аромат. Можете его послушать в любом магазине. Я думаю, он очень доступен. Дальше. Вот такой вот парфюм от Tom Ford. Violet Blondie. Хоть я не блондинка, но мне он очень понравился. Меня он в свое время свел с ума. Он очень необыкновенный. Вот если им пользоваться, каждый будет спрашивать, чем обнадушен. Что это за запах. Потому что он великолепный. Он очень хорошо раскрывается. Он меняется постоянно. Он какой-то вот... Несколько у него есть лиц. Вот он правда... Шлейф постоянно меняется. Мне кажется, тут пахнет и виски, и сексом, и перегаром, и бензином, и деревом. И чем-то сладким. То есть вообще какой-то безумный запах. Просто безумный запах. Я его обожаю. Это для меня... Я говорила в прошлом видео, когда я снимала год назад, о нем, что это запах дорогой и настоящий стервы. Вот я до сих пор осталась под таким же впечатлением. Я до сих пор думаю, что это именно очень-очень такой истервозный парфюм. И последний в этой компании парфюм. Это Alien от... Как же его? Terry Mugler. Если вы хотите свести своего мужчину с ума, пожалуйста, вот ваше секретное оружие. Обожаю его. Это третья бутылка. В этот раз я купила большую. Это у меня было две маленькие по 50. Это 90. Он очень классный. Я им прям обливаюсь. Я его купила недавно, несколько месяцев назад. И, как видите, уже третий нет. Это просто сумасшедший запах. Он очень сексуальный. Он очень нравится мужчинам. Просто они сходят с ума с этого запаха. Проверено. Вот. Я рассказала вам о запахахах, которые я очень люблю. Это мои фавориты. Но я планирую приобрести запах от Killian. Я еще просто не определилась, какой. Мне там нравится несколько. Но придется как-то выбрать, определиться. Поэтому я пока думаю. Потом я хочу еще купить себе парфюм от Armani. Приватной линии. Очень мне там один нравится. И, возможно, от Tom Ford. То есть это мои такие планы. Поэтому к парфюмерной теме мы еще не раз вернемся. Ну и, конечно, вас ждет вторая серия. Моих парфюмов, которые я использую меньше. Но они тоже мои любимчики. Итак, до встречи. Пока.